Так, сейчас 10.30, начинаем наш вебинар. Рада вас здесь видеть всех. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь знаком уже со мной или были уже на моих вебинарах до этого? Нас 13 человек. Ну, на всякий случай я представлюсь для вас. Я Популова Елена, практикующий врач отоларинголог. Итак, занимаюсь проблемами лорзаболеваний у детей и взрослых больше 10 лет. У меня есть свои авторские методики лечения. Веду консультативный прием в частном кабинете. И являюсь онлайн-консультантом интернет-портала Дар Детям. Сегодня на нашем вебинаре мы кратенько коснемся вопроса, кто такой лор-врач, чем он занимается и как подготовиться к приему лор-врача. И разберем самую актуальную, на мой взгляд, проблему отоларингологии. Это аденоиды. Так, кто такой лор-врач? Лор-врач это доктор, который занимается проблемами, заболеваниями уха, горла и носа у детей и взрослых. Это доктор и хирург, и терапевт одновременно. То есть он может заниматься как лечением лекарственными препаратами, так и лечением с помощью операций. Лор-врач занимается не только лечением, но и профилактикой. С профилактической целью малыш знакомится с доктором уже на третий-четвертый день жизни. Лор-врач проводит специальное исследование, слуха малыша, аудиологический скрининг. И если малыш успешно прошел, то следующая встреча с доктором Лором только в 12 месяцев. Потом профилактически оформляете карту в детский сад, профилактический доктор смотрит, в начальную школу и в среднюю школу. А все остальные встречи с доктором Лором происходят либо по направлению педиатра, либо по личной инициативе, по личному беспокойству мамы. Например, это частые насморки у ребенка, затяжные насморки более двух недель. При отсутствии эффекта от лечения эти насморки могут длиться месяцами. Или ребенок дышит через рот, отсутствие носового дыхания, боли в горле. Очень много жалоб, связанных с носом, горлом и ухом. Если они есть, да, и не справляетесь вы с педиатром, конечно же, нужно обращаться за помощью к Лор-врачу. Если вы собрались на прием к Лор-врачу, значит, вы должны что сделать? Во-первых, подготовить ребенку к осмотру. Объясните, да, что доктор будет смотреть ухо, горло и нос. Вот у меня на слайде вы видите инструменты, которыми доктор смотрит. То есть объясните, что с помощью инструментов посмотрят носи, горлышко и ушко, чтобы ребенок не боялся. Затем мама должна дома уже сформулировать жалобы, то, что ребенка беспокоит. Лучше не готовый диагноз, который либо другой доктор поставил, либо вы предполагаете у ребенка, а все-таки скажите, на что ребенок жалуется, что у него болит ухо, или не дышит нос, или горлышко болит, а не аденоиды, ренит у нас. Понятно. И на всякий случай запишите препараты, чтобы не забыть на приеме, которыми вы ребенка лечили, и какой был от этих препаратов эффект, и был ли он. Это самые основные мои советы для вас, когда вы идете к лор-врачу. А теперь мы переходим к самой нашей основной теме, это аденоиды. Проблема аденоидов, это самая распространенная проблема среди детей от 3 до 6 лет. И примерно это 80% моего консультативного приема. Что такое аденоиды? Аденоиды это увеличенная глоточная миндалина. Аденоиды у ребенка в носоглотке между носом и ротовой полостью. Вот на картинке вы видите, вот у нас носик у ребенка, да, он вдыхает воздух, воздух проходит по специальной трубе воздухоносной и идет в легкие. И стрелочкой я указала вам носоглоточную миндалину. Вот это в норме должно быть у всех детишек. Это носоглоточная миндалина, специальный иммунный орган, который выполняет защитную функцию. Этот орган встает на защиту, когда ребенок вдыхает воздух. Воздух же у нас нестерилен, там есть бактерии, микробы, аллергены. И вот эта глоточная миндалина, она выступает в роли фильтра, который борется с этими вирусами, бактериями, не вырабатывает специальные антитела и не пропускает их дальше. Если же это носоглоточная миндалина, в силу тех или иных причин, о которых мы поговорим чуть позднее, увеличилась, то тогда мы говорим о том, что у ребенка есть аденоиды. Это вторая картинка, тоже стрелочкой. Посмотрите, как увеличилась носоглоточная миндалина и насколько она закрыла вот этот вот проход для воздуха. Поэтому ребенку не хватает воздуха, когда эта носоглоточная миндальна увеличилась, и ребенок открывает рот, чтобы ему дышать, чтобы хватало кислорода. Да, можно вывести полностью презентацию на рабочий стол. Видео, в принципе, не обязательно, а вот презентация с картинками будет для вас интересна. Так, значит, сразу вам объясню. Есть три понятия. Носоглоточная миндалина, есть понятие аденоиды, и есть термин аденоидит. Значит, это все три разных термина. Первый термин носоглоточной миндалины, как я вам сказала, это миндалина есть у всех, и это орган, который ребенку нужен. Аденоиды – это увеличение носоглоточной миндалины за счет увеличения количества клеток. А аденоидит – это уже воспаление на поверхности аденоидов, которые чаще всего вызываются инфекцией. Увеличение при аденоидите происходит за счет отека, и при снятии воспаления этот отек уходит. А теперь перейдем к причинам. Наверное, это самое интересное. Почему же у каких-то детей есть аденоиды, а у каких-то детей нет? Причин аденоидов огромное количество, и понять, какая причина именно у вашего ребенка, достаточно сложная. Чаще всего это комплекс причин. Значит, самая основная причина – это конституция ребенка. Все дети рождаются с определенным конституционным настроем. И дети с лимфатико-гипопластическим типом конституции, они уже изначально предполагают увеличение лимфоидной ткани, в частности, склонны к аденоидам. При этом типе конституции есть особенность работы иммунной системы. Иммунная система почему-то, неизвестна медицине почему, она считает, что она недостаточно хорошо работает. И чтобы компенсировать свою недостаточность, иммунная система начинает активно увеличивать число лимфоидных клеток. И, естественно, у ребенка увеличиваются аденоиды, лимфоузлы, и все это проявляется тем, что ребенок перестает дышать носом. Следующая причина – это аллергизация организма. Назовем аллергизацию таким термином, как плохая экология. Значит, все моменты плохой экологии вызывают в первую очередь интоксикацию организма ребенка. И впоследствии эта интоксикация проявляется увеличением в лимфоидных клетках носоглоточной миндальной. Естественно, это приводит к аденоидам. Плохая экология – это что? Это загрязненный воздух, неправильное питание. В неправильное питание что мы отнесем? Ненатуральные продукты, этим грешит фастфуд. Несбалансированное питание, если ребенок ест однообразную пищу, мало белка или много углеводов – это несбалансированное питание. Если у ребенка есть перекусы между основными приемами пищи. То есть, ребенок позавтракал, через час течения, еще через час он съел сушку, и к обеду у ребенка не было, можно сказать, никакого перерыва. Это называется перекус между основными приемами пищи. Также неправильное питание – это кормление ребенка консервами. Консервы – это не то, что в консервных банках, да, рыбные консервы. Это все продукты, которые содержат консерванты. Также продукты с красителями, стабилизаторами – это тоже для ребенка плохая экология для организма. К плохой экологии давайте отнесем также недостаток поступления в организм ребенка воды. Что мы называем водой? Вода – это компот и обычная водичка. Если ребенок пьет сок, суп – это не вода, это просто жидкость. А вот вода организму очень нужна для правильной работы. Ну и, конечно же, к аллергизации организма отнесем истинные аллергии. Это пыли нозы ребенка, пищевые аллергии. Это уже наследственная предрасположенность или приобретенные в ходе беременности мамы. Но тоже добавляет проблем при дыхании носа. Третья причина возникновения аденоидов – это инфекционная природа. При любой инфекции, особенно респираторной аденоиды, как лимфоидный орган, мы уже говорили, встает на пути инфекции и начинает активно бороться. Вирусы формируют иммунный ответ, вырабатывают специальные клетки для борьбы с бактериями, вирусами и начинают бороться. Некоторые вирусы, их называют лимфотропными вирусами, они способствуют увеличению лимфоидной ткани и появлению аденоидов, лимфоузлов, увеличению так называемой гипертрофии нёбных миндалин. Вот такой механизм работы у этих вирусов. К этим вирусам мы относим аденовирусную инфекцию, герпесные вирусы, вирусы Пштейн-Бара, это мононуклеоз вызывает, цитомигаловирус, в небольшой степени корь-краснуха и ветряная оспа. То есть, если ваш ребёнок заболел аденовирусной инфекцией или герпес у ребёнка, если диагностировали вирусы Пштейн-Бара или цитомигаловирус, подтверждённые анализами крови, то обязательно обратитесь на консультацию к лор-врачу, чтобы где-то полгода или год понаблюдали у доктора ваши аденоиды, чтобы не произошло неконтролируемого увеличения, и вы потом не думали, что делать с аденоидами. В момент беременности мамы и родов тоже могут появляться причины, способствующие в дальнейшем возникновению аденоидов у детей. Например, если мама во второй период беременности, как раз когда закладывается глоточная миндалина у ребёнка, заболела и заразилась она как раз таки вот этими лимфотропными вирусами, то на глоточную миндалину у ребёнка это тоже оказывает неблагоприятное действие уже во внутриутробном периоде. И в дальнейшем это может приводить к компенсаторному увеличению. В период родов такие факторы, как длительный безводный промежуток, родостимуляция, всё это приводит к гипоксии плода, да, не хватает кислорода и идёт гипоксия. В дальнейшем это проявляется тем, что истощаются надпочечники, а надпочечники, они очень важны в работе иммунной системы, так как они формируют правильный иммунный ответ организма, именно вот правильный. И когда надпочечники у ребёнка истощаются, это приводит к избыточному росту лимфоидной ткани у малыша, то есть появляются аденоиды, ребёнок перестаёт дышать, и это проблема для всей семьи. Поэтому старайтесь вот родостимуляции и вести, заниматься беременностью, да, наблюдаться в период беременности у специалистов, все какие-то проблемы беременности обговаривать, может быть, даже подходить к лор-врачу, чтобы контролировал, ну и, конечно, роды и просить врачей, акушеров, чтобы без стимуляции и контролировали, да. Так, и пятая причина, достаточно частая в наше время, это вторичная иммунная недостаточность ребёнка. Эта иммунная недостаточность, она формируется в период формирования, в период инфицирования у ребёнка гемофильной палочкой, пневмококом, стриптококом, мекоплазмой, хламидией и грибковой флорой. То есть, если не лечить вот эти вот проблемы, не заниматься ими, то у ребёнка формируется вторичная иммунная недостаточность. Иммунная система работает, работает на износ, и когда у неё не хватает сил, то она пытается сбалансировать себя, да, как-то помочь себе с помощью аденоидов, с помощью лимфоузлов, с помощью органов её помощников. Поэтому вторичную иммунную недостаточность надо с помощью педиатра стараться избегать, чтобы она не появлялась у ребёнка. По выраженности клиники и по осмотру мы можем разделить аденоиды на три степени. Первая степень – это когда аденоидная ткань перекрывает треть носоглотки. Вторая степень – это когда аденоидная ткань перекрывает две трети носоглотки. И третья степень – это когда аденоидная ткань перекрывает носоглотку полностью. Значит, третья степень – это очень спорная, да, степень. Значит, смотрите, если ребенок ваш дышит носом постоянно, и ни в каких других условиях он не начинает дышать носом, будь то вы съездили на море, пролечили чем-то, что-то закапали, сосудосуживающие, или антибиотики, или высморкали ребенка. То есть, если ребенок не дышит носом вообще, то тогда можно говорить про третью степень. Если хоть когда-нибудь, да, ребенок дышит носом, хоть какие-то светлые промежутки есть, то третью степень рано ставить ребенку. Иногда на приеме я вижу, что некоторые врачи пишут четвертую степень. Вот, ребят, четвертой степени аденоидов не существует, потому что уже на третьей степени аденоидная ткань перекрыла носоглотку полностью, и выйти за пределы носоглотки она не может. Поэтому четвертой степени нет аденоидов. Следующий слайд у нас, это симптомы аденоидов, как вы можете узнать и предположить, что есть аденоиды у ребенка, и что на самом деле аденоиды, как аденоиды проявляются у малыша. Значит, самая основная и самая частая жалоба родителей, это не дышит нос, нарушение носового дыхания у ребенка. Ребенок дышит через рот, постоянно он дышит или периодически. Ночью дыхание преимущественно через рот. Большую часть ночи ребенок спит через рот. Это анатомически связано, ребенок ложится и расслабляется мышцей, и естественно закрывается носоглоточная труба, и ребенку тяжело дышать через нос. Не хватает воздуха, поэтому ребенок ночью открывает рот и начинает дышать через рот. Аденоиды создают механическое препятствие для прохождения воздуха, и поэтому носовое дыхание нарушается. Следующий симптом – это ночной храп. Он появляется, этот храп, по двум причинам. Первая причина – из-за частого дыхания через рот происходит ослабевание мышц глотки у ребенка, и аденоиды, как механическое препятствие на пути вдыхаемого воздуха, делают движение воздуха более турбулентным, чем в норме. И если эти две причины совместить, ослабевание мышц глотки и более турбулентные движения воздуха в носоглотке, то возникает вибрация мягкого неба. Вот поэтому и возникает храп у ребенка. Третий симптом, и даже я бы сказала, что очень нехороший симптом – это эпизоды ночного апнои. Что такое ночное апнои? Это остановка дыхания во время сна. Этот симптом появляется при достаточно серьезных изменениях мышц глотки. То есть, если ваш малыш дышит через рот достаточно длительное время, полгода, год или даже больше, то мышцы ослабевают очень сильно. И когда малыш засыпает, мышцы глотки постепенно расслабляются, в принципе, как и все мышцы в организме. И на одном из вдохов происходит закупорка дыхательных путей и остановка дыхания. Ребенок, тем не менее, продолжает пытаться дышать. Вы это можете увидеть по движениям грудной клетки, по движениям брюшной полости. Он делает попытки дышать, но кислорода не поступает. И возникает гипоксия мозга. Примерно через 15 или 20 секунд в условиях гипоксии наш мозг, мозг ребенка, активизируется. Такая защитная функция мозга у нас. И отправляет сигнал к мышцам глотки. И происходит, в этот момент происходит сокращение этих мышц. Ребенок всхрапывает и делает несколько глубоких вдохов и выдохов. Я вам описала пример ночного апноэ, как это выглядит у ребенка. И если подобные остановки учащаются, становятся более длительными, не 15-20 секунд, а бывает и минута. По минуте ребенок делает движение, а вдоха не возникает. И понимаете, ребенок остается на минуту без кислорода. Кислород к тканям, к органам не поступает. И естественно, без питательных веществ эти органы страдают и работают не совсем правильно, не совсем так, как нужно. Возникают предпосылки для развития других более серьезных заболеваний. При аденоидах у ребенка меняется тембр голоса, появляется гнусавость. Чем отличить гнусавость при насморке и гнусавость при аденоидах? Потому что при насморке ведь тоже ребенок начинает гнусавить. Чуть смотрите, если ваш ребенок не может произнести звук м и н, вместо звука м ребенок произносит б, а вместо звука н ребенок произносит д, то можно смело говорить, что у ребенка есть аденоиды. Также симптомом и очень частым при аденоидах бывает снижение слуха. Снижение слуха при аденоидах это не очень хороший признак. Этот симптом возникает из-за давления аденоидов на устье слуховых труб. То есть аденоиды вырастают настолько большими, или у них такое анатомическое расположение, именно у вашего ребенка, высокое, что начинают аденоиды закрывать слуховую трубу за счет объема своей ткани. Соответственно, функция слуховой трубы нарушается. Появляется сначала тубоатит, или это евстехиид, по-другому называют, а затем в слуховой трубе начинает скапливаться эксудат, который раньше при функционировании этой трубы выходил в полость носа. А так как закрыты устья слуховой трубы тканью аденоидов, эксудат скапливается и приводит к эксудативному отиту. Вместе с аденоидами, совместно с аденоидами, как правило, увеличиваются лимфоузлы на шее. Врач-педиатр или лор-врач обязательно это обратит ваше внимание и поставит такой диагноз, как шейный лимфоденид. Давайте я закончу презентацию, расскажу все про аденоиды, а потом мы с вами поговорим про вопросы, не будем отвлекаться на них. Значит, по поводу увеличения лимфоузлов. Эти лимфоузлы могут увеличиваться, как мы говорили раньше, из-за конституциональной особенности ребенка, то есть дети с лимфатикой, по-другому мы их называем лимфатикогипопластическим типом конституции. У них эта особенность такая, то есть когда они подрастут, естественно, лимфоузлы будут потихонечку уходить. Или эти лимфоузлы увеличиваются из-за ослабления системы общего и местного иммунитета, из-за хронического воспалительного процесса. У ребенка с аденоидами, как правило, формируется аденоидное лицо. Скелет ребенка удлиняется, верхняя часть выдается вперед, а нижняя часть челюсти отвисает. Сглаживаются носогубные складки, теряется живая мимика у ребенка, меняется форма верхней челюсти и твердого неба. Место на челюсти становится меньше и зубы начинают располагаться, как черепица на крыше. Это и для девочек, и для мальчиков не очень красиво, правильно ведь? Поэтому аденоидное лицо, формирование аденоидного лица допускать никак нельзя. При аденоидном лице дети постоянно дышат через рот, и из-за постоянного этого дыхания зубы подвергаются термическому воздействию. Холодному воздуху, грязному воздуху. Из-за этого зубы подвержены кариесу. Очень характерный синдром при аденоидах это инурез. Возникает вегетативные изменения, и инурез частенько сопутствует аденоидам. Поэтому если у ребенка есть инурез, обязательно проверьте малыша у лор-врача на предмет аденоидов. Порой бывает, что удалив аденоиды у детей с инурезом и нурез без лечения, как-то исчезает сам практически за неделю. Головная боль беспокоит детишек при аденоидах, но это не частый симптом, поэтому я говорю вам в последний момент, как самый последний симптом. Будет она присутствовать, но это не самый явный признак аденоидов. Как доктор может узнать, что у ребенка есть аденоиды? Почему я понимаю этот вопрос? Во-первых, увидеть аденоиды через рот практически невозможно. Возможно увидеть их через рот, если они настолько увеличились, что их видно и через рот. Здесь и мама скажет, что у ребенка аденоиды, он не дышит носом, и это уже совсем третья степень. Тогда мы можем увидеть через рот. Вот те миндалины по бокам в ротоглотке, которые вы видите у ребенка, если откроете его ротик, это не обные миндалины, это не аденоиды. А вот аденоиды можно увидеть только с помощью специальных инструментов или с помощью специальных методик. Значит, методики самые основные, распространенные четыре. Задняя риноскопия. Проводится она специальным зеркалом через рот. Это зеркало напоминает стоматологическое. Лор-врачи не часто пользуются этим методом. Он не очень информативен, достаточно сложен. И если увеличено у ребенка помимо аденоидов еще и нёбной миндалины, то посмотреть аденоиды этим способом сложно, практически невозможно. Второй способ – это пальцевое исследование носоглотки, когда доктор своим пальцем через рот залезает в носоглотку и трогает пальчиком аденоиды. Неприятное исследование и для ребенка, и для врача, поэтому мало кто им пользуется. И оставшиеся два метода – это рентген носоглотки и эндоскопия носоглотки. Это два самых распространенных исследования. Информативный и рентген, и эндоскоп, но при рентгенологическом исследовании все-таки идет нагрузка на голову ребенка рентген лучами, и это не очень приятно. Если есть выбор между рентгеном и эндоскопом, лучше выбрать эндоскопическое исследование. Это самый информативный, доктор может увидеть и устья слуховых труб, и разглядеть, и поверхность аденоидов, и посмотреть, есть ли воспаление. Самый информативный метод, самый безопасный для ребенка метод. Он удобен и для врача, и для ребенка. В принципе, можно и рентген сделать, если нет эндоскопии, но помните, что рентген нагрузка на голову будет. И перейдем к самой интересной части, это к лечению аденоидов и аденоидитов. Помним, да, что аденоиды – это увеличение миндалины за счет количества клеток, а аденоидит – это воспаление миндалины или аденоидов за счет отека, увеличивается отек за счет воспаления. Вот такая вот разница между аденоидами и аденоидитом. Значит, лечение мы делим на два вида. Консервативную терапию – это лекарствами и другими методиками, и хирургическое лечение. Давайте разберем подробно консервативную терапию, в чем она заключается, что можно использовать, и что вы можете сделать дома сами, а что можно сделать только в кабинете врача. Значит, первое – это механическое очищение поверхности аденоидов или миндалины. Будем говорить, что у ребенка есть аденоиды, и мы его уже лечим. То есть механическое очищение миндалины. Для чего мы это делаем? Чтобы не появлялось хроническое воспаление на аденоидной ткани, и это не провоцировало избыточное образование лимфоидных клеток, и не приводило уже к аденоидам. Что делать в домашних условиях? Во-первых, промывать нос солевым раствором. Промываем нос солевым раствором. Если есть воспаление, просто так мы не промываем. Если мы моем нос без признаков воспаления на аденоидах, то, к сожалению, мы нарушаем функцию носа, которая призвана самоочищать нос. Если мы это делаем за нос, то нос забывает, как это делать. То есть если у ребенка появилась гнусавость, если стекает по задней стенке глотки слизь какой-то окраски, либо она прозрачная, либо желтая, либо зеленая, либо уже коричневая, не дай бог, тогда мы моем. Если у ребенка есть утренний кашель, малыш проснулся и начинает кашлять, значит вся слизь, которая за ночь скопилась на аденоидах, у него начинает стекать по задней стенке, и ребенок ее откашливает. Тогда мы тоже моем солевым раствором. Если ребенок дышит носом, никакого кашля у него нет, то тогда мы нос мыть не должны, иначе мы нарушим его функцию. Если вдруг у вас не получает, у вас есть все признаки для того, чтобы мыть нос, но у вас не получается вымыть, отмыть нос ребенку в домашних условиях, тогда вы идете к лору-врачу в кабинет и промываете специальными методиками. Доктор может делать носоглоточный душ через нос промывать, либо через рот специальным аппаратиком промывать, либо делается кукушка. Здесь уже на усмотрение доктора и на состояние ребенка. Смотрим. Дальше. Снятие воспалительных процессов на аденоидах. То есть лечение аденоидита. Если у ребенка есть аденоидит, его лечить нужно. То есть то мнение, что зеленые сопли пройдут сами через неделю, к сожалению, работает не всегда. Как мы можем снять воспалительные процессы на аденоидах? Самое распространенное лечение сейчас это антибактериальная терапия. Часто педиатры, лор-врачи дают системные антибиотики внутрь. Утренние кашли – это симптом аденоидов или аденоидита. Это может быть и симптом аденоидов, и симптом аденоидита. То есть та слизь, которая скапливается в носоглотке, она в норме должна спокойно проходить по носоглоточной трубе, и мы ее сглатываем. Так у взрослых происходит, и у детей. А если есть аденоиды, то эта слизь задерживается на поверхности аденоидов, потому что аденоиды – это механическое препятствие. Поэтому если у ребенка это постоянно, в течение всего дня, то мы можем говорить все-таки об аденоидите. А если это только утром, то это признак аденоидов. Значит, по поводу системной антибактериальной терапии. Вот здесь я не всегда согласна, я бы сказала, я категорически против лечения самих аденоидов с помощью антибиотиков внутрь. Это в 98% случаев неправильно, не совсем верно. Это, конечно, помогает, но удар по всему организму ребенка, по иммунной системе, он намного больше, чем польза от этого антибиотика. Поэтому лучше, если встает вопрос про антибиотики, лучше все-таки использовать местные антибиотики. На фармацевтическом рынке у нас в России капли в нос с антибиотиками, их просто нет. Все препараты только спроевые. Запомните, при аденоидах эффективно лечение только с помощью капель. Когда вы забрызгиваете в нос, вы лечите нос. Спроевая форма не попадает в носоглотку. Только капли в определенном положении, только с помощью закапывания капель вы лечите аденоиды. Закапываете вы в нос капли в положении лежа. Ребенка положили на спинку, запрокинули голову. Или положили ребенка к себе на колени, и голова свисает с коленочки. И в таком положении закапываете ребенку 2-3 капельки в одну половину, 2-3 капельки в другую половину. Это может быть обычная соленая вода, это может быть раствор антисептика, это могут быть капли с антибиотиком, это могут быть сложные капли, то же самое коллоидное серебро, какие-то гомеопатические препараты. Но вы закапываете только в положении лежа. Капли в этом положении попадают на аденоиды и задерживаются там. Эти капли работают только то время, пока они находятся на аденоидах. Поэтому желательно после закапывания в таком же положении ребенку полежать в течение 3-5 минут. По поводу препарата, которым вы будете снимать воспалительный процесс на аденоидах, здесь лучше не заниматься самодеятельностью, а подойти к лор-врачу и поговорить, что вашему ребенку при вот такой картине лучше закапывать. Может быть, вы справитесь с обычным солевым препаратом. Уйдет это воспаление, вытянет на себя морская соль. Или, может быть, стоит уже добавить антисептик, потому что воспаление очень активное. А может быть, даже и антибиотик добавить местный. Так, с воспалением мы разобрались. И, естественно, что нам нужно? Еще восстановить ткань аденоидов, чтобы не росли лимфоидные клетки на аденоидах. Мы что делаем? Занимаемся физиотерапией, используем курортотерапию. Фототерапию и фитотерапию. То есть, эти три параметра, три пункта, они занимаются восстановлением самих аденоидов. Значит, из физиолечения, что в настоящее время используется при лечении аденоидов. Это фототерапия или лечение лазером. Лечит лазером аденоиды либо через нос, либо через рот. Сейчас мы поговорим чуть подробнее про лазер. Галлотерапия – это соляные пещеры. Делают также еще ингаляции с различными препаратами. Электрофорез, куф, кислородотерапия или озонотерапия. Про лазер поподробнее. Вот смотрите, лазер выглядит, как на картинке какой-то есть блок. Может быть, он и большой, и маленький, может быть, и световоды. При лечении лазером лучше всего работает красный лазер и инфракрасный. То есть, красный лазер, он светит, вот как на картинке показано, он светит красным светом. Все остальное – это другие лазеры. Красный лазер всегда есть в красный свет. Лазер – это низкоинтенсивное излучение. И терапевтический лазер, не путайте с хирургическим лазером, хирургический лазер режет ткань. Терапевтический лазер восстанавливает ткань. Какой эффект у лазерного лечения? Он уменьшает боль, воспаление, улучшает кровообращение в тканях, и тем самым восстанавливает их. Восстановив кровообращение на аденоидах, мы что обеспечиваем? Приток питательных веществ, приток кислорода, и, естественно, клетки начинают работать правильно, так, как нужно, и аденоиды потихонечку начинают уходить. Соляные пещеры или галлотерапия – это специальные комнаты. Это не обязательно ехать куда-то на курорт, искать эту соляную пещеру. Есть специальные комнаты, оборудование, помещение, стены, потолок, пол, выложены соляными блоками. Ребенок где-то 30 минут, 20-30 минут находится в этой комнате и вдыхает соляные пары с минеральными веществами. Эта процедура, что делает? В основном улучшает питание тканей, и тем самым они восстанавливаются. Не рекомендую соляные пещеры детям до 3 лет. У детей до 3 лет очень высокий риск раздражения и слизистой ополочки носа. Тепловое лечение аппаратом феи в принципе возможно, если нет воспаления. Это нужно уже с доктором смотреть. Если есть аденоидит, то, к сожалению, тепловое лечение аппаратом феи противопоказано. Можно нагреть до не очень хороших моментов. Можно нагреть до гнойного воспаления, тогда уже лечить придется точно антибиотиками. Если вы без воспаления делаете на аденоиды, то да, это будет эффективно. Следующий пункт это кислородотерапия или озонотерапия. Что это такое? Озон это активная форма кислорода. Озон уничтожает и подавляет размножение бактерий, вирусов и грибов. Озон в принципе это новая методика. Очень неплохая, не везде она есть, не везде есть этот аппарат, но работает хорошо. Регенерация ткани улучшается, клетки защищаются. Детям озон вот прям в чистом виде не рекомендуют применять. Его растворяют в воде и детям при аденоидах чаще всего озоном просто промывает носоглотку, насыщает кислородом. Пока эта методика относительно времени, она примерно 20 лет, ей озонотерапия она эффективна, но пока еще методика молодая. В отношении ингаляций. При аденоидах влажные ингаляции, которые мы привыкли делать при кашле, делать не стоит. А вот сухие ингаляции, они будут помогать. Сухие или солевые. Конечно же, ингаляции, как монотерапия, они не принесут должного эффекта, а вот в комплексе они будут очень эффективны. Капаем подобранное эфирное масло. То есть эфирное масло ребенку мы подбираем у врача, ароматерапевта или у фитотерапевта, или у человека, который, в принципе, видел вашего ребенка, не сами по интернету ищем, а советуемся с доктором, чтобы не навредить мышу, чтобы не привести к бронхоспазму. Капаем на носовой платочек, на салфеточку, капельку этого эфирного масла и даем ребенку дышать 10-15 минут, 2-3 раза в день. Еще метод есть на разогретую соль, крупную соль. Капаем тоже масло эфирное и ребенок, накрываем ребенка полотенцем и ребенок дышит. Это называется солевая ингаляция. Все это эффективно. Курортотерапия это самое приятное, по-моему, лечение и для ребенка, и для родителей. Основная суть курортотерапии заключается в кратковременной смене климата и пребывании ребенка в загородных условиях. Запомните, что меняем мы только климат, а не температурные условия. Из зимы в лето ездить для лечения аденоидов нельзя. Если мы меняем температурные условия более чем на 20 градусов, это сильный стресс для организма малыша и может привести порой к обратному эффекту. Если вы уехали с аденоидами второй степени, вы можете вернуться с аденоидами третьей степени. Смена часовых поясов тоже более чем на 3 часа для детей не будут лечением. когда вы выбираете курорт, учитывайте вот эти условия, то есть температурные условия и часовые полисы. Какой климат может быть? Континентальный климат, например, это отправить ребенка летом к бабушке в деревню в Тверскую или в Рязанскую область, это тоже будет климатотерапия. Приморский климат, это Черноморское побережье, Азовское побережье, тоже еще раз говорю, в летнее время Анапа, Геленджик, Кабардинга, Адлер, Мацеста, Лазаревская, Ейск, все эти курорты подходят для лечения ребенка с аденоидами. Горный климат в летнее время и в зимнее время, если летом вы едете, то вы едете в летнее время, да, горный климат, если это зима, то вы едете на горнолыжный курорт, в горный климат, то есть запомнили. Горный климат это курорты Пятигорска, Нальчика, Тиберда, Кисловодск и Владикавказ. Степной климат у нас Евпатория, Феодосия, Курортотерапия помогает детишкам, ну и сами вы знаете, если летом вывезти ребенка на море, да, то ребенок начинает дышать носом, поэтому для восстановления малыша лучше, если есть возможность возить в Приморские, менять Приморские горы, да, ездить и подлечивать аденоиды хотя бы один раз в год. Так, и теперь мы перешли к самому неприятному лечению, это хирургическому лечению, в 45% случаев аденоидов все-таки их приходится удалять. Если встает вопрос о том, что удалять аденоиды нужно, то давайте обговорим показания к операции. Во-первых, это стойкое затруднение носового дыхания, если есть проблема со слуховой трубой, есть тубатит, ребенок не слышит, есть эксудативный атид, доктор видит этот эксудат, и исследования показывают, что эксудат есть в слуховой трубе. Хронический средний атид, если у ребенка есть, тоже аденоиды мы удаляем, и если у ребенка синдром обструктивного апноя присутствует, то есть у ребенка есть остановки дыхания ночью, то показания к операции есть. Противопоказания к проведению аденотомии. Значит, даже если у нас, мы решили удалять аденоиды, да, то при остром инфекционном заболевании мы не удаляем, если мы переболели, и один-два месяца, один-два месяца мы ребенка после ОРЗ мы выдерживаем, а только потом удаляем, если ребенок контактировал с детьми больными корью, краснухой, ветряной оспой, детскими инфекциями, тоже мы подождем до снятия карантина, а потом уже проведем аденотомий. Если у ребенка есть заболевание крови, сопровождающиеся нарушением свертываемости, самое опасное осложнение после аденотомии это кровотечение, поэтому не будем рисковать, а все-таки полечим аденоиды, нежели будем делать аденотомию и подвергать ребенку кровотечению. Острые воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, это синуситы, танзелиты, насморки, и период после их лечения, это 1-2 месяца, тоже мы выдерживаем. если у ребенка очень редкий признак носительства коринбактерий дифтерии, очень редко когда у детей это есть, то тоже мы не оперируем ребенка. Перед операцией памятка для родителей, кто все-таки решился на операцию, как нужно обследовать ребенка. Обследование включает в себя анализы, ЭКГ, осмотры педиатра, лора, с доктором вы обсуждаете как вы делаете операцию под наркозом или под местной анестезией. Здесь вы решаете совместно с врачом, обсуждаете особенности ребенка, особенности стройнения аденоидов, психологии ребенка, как ему будет проще. Можно делать и под наркозом, и под местной анестезией, вреда, разницы никакой нет. Вот сделали мы операцию, да, и что может быть в послеоперационном периоде, к чему готовятся родители. Некоторые дети уже на следующий день готовы гулять, бегать, прыгать и продолжать активную жизнь, как и до операции. А вот у некоторых детей может повысить температуру тела, может быть гнойный отит, может быть ангина. Соблюдайте после операции первые сутки, строгий постельный режим, все-таки опасно кровотечение, не надо бегать, не надо подвижные игры проводить, какие-то спортивные занятия, физкультурой заниматься, первые сутки обязательно. Следующие пять дней тоже ограничьте физические нагрузки, но не так строго, да, то есть какие-то подвижные игры вместе можно провести, но не часто. Согревающие процедуры у ребенка, это баня, общая ванна, тоже нежелательно в первые пять дней после операции. Питание должно быть щадящее, теплая и нераздражающая пища, посещать школу или сад ребенок сможет уже через семь-десять дней после аденотомии, но вот спортивными занятиями, какими-то активными играми примерно месяц заниматься не стоит. порой обращаются ко мне мамы после аденотомии и говорят, что вот мы аденоиды удалили, а ребенок носом не дышит. После осмотра я вижу, что механического препятствия в виде аденоидов у ребенка нет, носоглотка свободна, дышать носом он может, но вот привычка осталась. Что делать? В этом случае необходимо проводить специальные дыхательные упражнения. Эти упражнения способствуют укреплению дыхательных мышц и восстановлению правильного механизма дыхания. Например, самое простое упражнение я вам приведу, расскажу. Закрываем ребенку рот ладошкой или даете малышу надувной шарик держать зубами или губами или ребенок сам закрывает рот самостоятельно и просите ребенка дышать только через нос для начала 5-7 минут. Контролируйте внимательно, не давайте ребенку открывать нос, пусть он свободно дышит носом, пусть заново учится дышать через нос. Проводите это упражнение раза 3 в день. Как только ребенок запоминает, уже справляется с дыханием через нос на протяжении 50-50 минут, постепенно удлиняете время, затем усложняете это упражнение, проводите это упражнение во время ходьбы, во время игр, когда вы читаете книжку, когда он смотрит какой-то интересный фильм, то есть когда он начинает отвлекаться и чтобы на уровне мозга, головного мозга формировался у нас этот рефлекс дыхания через нос. Почему возникают рецидивы после аденотомии? Я написала вам всего лишь два пункта, конечно же их больше, но это самые распространенные. То есть опять же это конституциональная особенность, высокоиммунная активность лимфоидной ткани медалины у детей, у взрослых такой нет активности, и несовершенство техники аденотомии. То есть каким бы доктор не был специалистом, какие бы золотые руки у этого доктора не были, аденоиды имеют такую структуру, что удалить их полностью невозможно, даже не то, что практически, их невозможно, все равно какая-то часть лимфоидных клеток аденоидов останется в носоглотке. Поэтому если опять-таки у ребенка появляются те причины, которые способствуют образованию аденоидов, о которых мы говорили раньше, то вероятность рецидива, конечно же, есть. Если ребенку удаляют аденоиды до трех лет и удаляют, например, без показаний, по каким-то своим заключениям, то тоже риск рецидива возможен. Все-таки удалять аденоиды лучше где-то после пяти, после шести лет. Самый разгар роста аденоидов это от четырех до шести лет. И если к шести годам у ребенка не идет возврата аденоидов на уменьшение, то тогда стоит думать о том, чтобы приступить к хирургическому лечению. До этого старайтесь их лечить. на этом вебинар по моя лекция по аденоидам. Я считаю, что я вам все рассказала. Если есть какие-то вопросы, вы можете мне сейчас в чате задать. У нас есть еще минут пять-десять. Я постараюсь на них ответить. Нам лор-врач поставил диагноз гипертрофии аденоидов. Аденоидной вегетации первой-второй степени. Не совсем понятен вопрос. То есть гипертрофия аденоидов иногда ставит такой диагноз. Можно выбросить слово гипертрофия. Гипертрофия носоглоточной миндалины. Доктор именно это имел ввиду. Как лечить? Я вам рассказала. Есть терапевтические хирургические методики. Здесь конечно именно как у вас лечить. Мне сложно сказать. Я вас не видела не видела в каком состоянии аденоиды. Здравствуйте. У моего мужа и у его близких родственников искривление носовой перегородки. искривление носовой перегородки конечно же только после осмотра. Доктор посмотрит нос и скажет. В 7 месяцев говорить про искривление носовой перегородки это не совсем тема аденоидов но скажу вам да. В 7 месяцев рано ребенок растет растет костная часть растет хрящевая часть и естественно состояние носовой перегородки может меняться с возрастом и если вам в год скажут что у вас перегородка искривлена а потом ребенок активно начал расти перегородка может немножечко вытянуться и искривление уйдет. Наследственной предрасположенности к искривлению перегородки носа нет. То есть это все-таки приобретенное. Так следующий вопрос есть в семье астматики может ли удаление спровоцировать развитие астмы? Да есть такие случаи когда удаление провоцирует развитие астмы это связано с стрессом операционным это не с тем что удалили аденоиды а с тем что был стресс у ребенка вот это провоцирует здесь нужно очень тонко подойти может быть подготовить организм ребенка к хирургическому лечению здесь вам нужно работать с аллергологом и лором совместно так скажите эффективны ли соляные лампы при аденоидитах и аденоидах да я так поняла значит любое физиотерапевтическое лечение я не акцентировала на это внимание к сожалению должно происходить при первичном очищении поверхности аденоидов то есть если у вас есть воспаление если есть слизь на аденоидах то вы сначала промываете нос хорошо отсмаркиваете ребенка а потом проводите сеанс галлотерапии тогда это будет эффективно если увеличены нёбные миндалины это говорит о том что нс заглоточная миндалина увеличена или нёбные миндалины могут быть увеличены без увеличения нёбной миндалины да действительно нёбные миндалины могут быть увеличены самостоятельно вместе с носоглоточной миндальной это два органа, которые иммунные органы и работают они немножечко по-разному их увеличение может быть и не связано чаще всего нёбная миндалина и носоглоточная миндалина совместно увеличиваются у детей лимфатиков ага, все, поняла соляные лампы, приаданные дети да, я ответила на ваш вопрос вы сначала нос промываете, а потом вы делаете процедуру с соляной лампой так, можно ли лечить аденоиды кварцем? можно лечить аденоиды кварцем но эффект будет очень незначительный аденоидит, когда воспаление есть кварцем лечить, будет более эффективно то есть кварц, его основной механизм какой? кварцевание убивает бактерии да, очищает в воздухе бактерии и на поверхности если мы делаем на аденоиды соответственно мы убираем воспаление, а вот на саму ткань аденоидов кварц не действует так, это был последний вопрос да, у нас по поводу кварца если вдруг у кого-то в течение сегодняшнего дня или следующего дня возникнут еще вопросы да, пока вы обдумаете всю мою презентацию всю лекцию тогда можете задать мне вопросы свои через онлайн консультирование на сайте Дар Детям я отвечу в течение суток на все ваши вопросы в течение суток после того, как вы зададите вопрос так, возможно ли как-то избежать стресса, вызывающего астму при удалении аденоидов? у меня в семье как раз был такой случай после удаления появилась астма сейчас борюсь за своего ребенка вы знаете, можно избежать стрессовый вот этот вот момент интоксикации от наркоза если правильно подготовить ребенка к операции то здесь еще раз говорю, работа должна быть лора и работа аллерголога совместная то есть стресс это если у ребенка есть предрасположенность к бронхиальной астме то стрессовый фактор может быть пусковым механизмом но вот сам стресс вызвать астму не может то есть вот здесь мы говорим про момент того что есть ли предрасположенность у ребенка к бронхиальной астме или нет на этот вопрос вам сможет ответить аллерголог а вот если есть предрасположенность к развитию бронхиальной астмы то тогда мы стараемся по максимуму избежать вот этой стрессовой нагрузки стрессовую нагрузку, что мы говорим сам момент операции, наркозные препараты и сама смена ребенка из дома попадает в больницу вот эти три фактора это стресс для ребенка и для организма и если правильно подготовить малыша под лекарственные воздействия правильно родителям психологически подготовить конечно же этот стрессовый фактор он уменьшится это при наличии предрасположенности ребенка про ссылку администратор рассказал так, как вы относитесь к прокапыванию маслом туи или маслом на основе прополиса когда нет воспаления если эти препараты, туя и прополис вам подходят если нет аллергии у ребенка то положительно отношусь масло на основе прополиса очень хорошо помогает при аденоидах но при условии, что нет воспаления значит, с маслами, ребят, смотрите если мы капаем масло на аденоиды с воспалением мы создаем масляную пленку которая мешает нормальному нормальной работе, нормальному отчастию аденоидов это получается, как на море разливается нефтяная пленка и вся жизнь в океане исчезает потому что нет нормального дыхания ткани то же самое и с маслом если на воспаленную ткань мы капаем масло то мы получаем обратный эффект если нет воспаления, то это эффективно так, еще есть вопросы? так, вопросов больше нет если вдруг у вас появились вопросы а мы уже заканчиваем сейчас вебинар наш отправляйте на сайт дар детям вопрос для меня я обязательно вам отвечу ответ придет к вам на почту мы с вами разберем может быть какие-то частные случаи какие-то вопросы у вас возникли тогда тоже постараюсь вам максимально подробно рассказать все спасибо за то, что вы пришли меня послушали надеюсь, вебинар мой понравился вам жду вас на моих следующих вебинарах всего доброго до свидания до свидания